По данным статистики, мошенничество по-прежнему остается одним из самых распространенных преступлений. И к тому же довольно сложно раскрываемых. Так, в Волгограде с начала нынешнего года случаи обмана доверчивых горожан разного рода аферистами участились. Злоумышленники проникают в квартиры под разными предлогами, но цель у них одна – завладеть сбережениями граждан. Чтобы поставить за слон мошенникам, полицейские областного центра объединяют свои усилия с ТОСовцами и управляющими компаниями. Антон Талпа продолжит тему. Предупрежден – значит вооружен. Трудовой день участкового Андрея Демьянова начинается с пропагандистской работы. Полицейский клеит листовки, общается с людьми, рассказывает, что случаи мошенничества участились. Почти сразу и первая жалоба – заходили двое, пытались продать лекарства, представлялись сотрудниками соцзащиты. Ну уж одну ампулу все же я вам могу выделить. А я говорю, а платить сейчас она? Да, желательно сейчас. Я рискок уже – 8 тысяч. А я сижу сразу говорю, а у меня нет таких, у нас нет таких денег. Евдокия Ивановна, гости из соцзащиты сразу показались странными. Но на обман пенсионерка не поддалась и мошенники ушли ни с чем. Их лица она запомнила и при встрече обязательно узнает. О случившемся говорит своему участковому. Тот еще раз напоминает. Нужно быть бдительными, не впускать в квартиру незнакомцев. И при любых подозрениях звонить в полицию. Вы не доверяете? И прежде чем кому-то деньги отдать, подумайте. Где-то если увидите, звоните в дежурную часть и сообщаете вот эту информацию. Что вы видели вот эту женщину, такая ситуация. Подъедет милиция и будет заниматься этим вопросом. Силами одних только полицейских с мошенниками справиться трудно. Поэтому сражепорядка решили объединиться с общественностью в деле борьбы с аферистами всех мастей. Довели информацию до управляющих компаний и тосовцев. Каким уловком прибегают преступники, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан. Из наиболее распространенных продажи чудо-лекарств, снятие порчи из глаза, звонки по телефону или рассылка смс-сообщений с просьбой выручить из беды. Стать жертвой злоумышленников может каждый, но в особой группе риска пенсионеры. Убирается момент, когда пенсионер находится один и с ним проводится работа, в результате которой тот отдает все свои сбережения. Мне бы хотелось довести даже через вас до тех, кто здесь не присутствует, и все равно там многие между собой общаетесь, повысить бдительность, повысить работу с пенсионерами. Со всеми, подчеркиваю, со всеми из них уже проведены профилактические беседы, расклеены листовки, предупреждены родные, у кого есть и близкие. Кстати, такая работа совсем не лишняя. По сравнению с началом прошлого года, случаев мошенничества стало больше на 30%. С января в Волгограде зафиксировано уже 12 таких преступлений. Антон Талпова, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.